друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей а именно да и сегодняшний киношедевр и многие другие киношедевры уралки и сарафана не забывайте подписываться на канал ставить лайки а также конечно же писать хороший добрый веселый интересный комментарий но еще хочу поздравить своих хороших и добрых зрителей с масленицей друзья мои завтра уже начинается великий пост ну и конечно же с прощенным воскресеньем и пожелать вам добра счастья любви пусть сбываются самые сокровенные мечты всяческого благополучия вам вашим родным и близким пусть ваших семьях все будет хорошо и прекрасно всего вам самого-самого доброго мои хорошие добрые и дорогие зрители ну что ребят а мы с вами переходим к уралке и к сарафану что я хочу сказать во первых на что я хочу обратить ваше внимание знаете я посидела посмотрела где-то примерно аналитику за последний месяц и вы знаете очень сильно упали просмотры на канале уралки и сарафана очень сильно самый большой ролик который у них больше всего принес им количество просмотров это ролик месячной давности под названием мы попали в аварию но согласитесь громкое название соответственно и просмотров больше всего все остальные ролики друзья мои кто-то еле-еле дотягивает до 100 тысяч какие-то ролики вообще 68 тысяч 80 90 тысяч раз раньше у них была стопроцентная смотрибельность ну то есть у них было где-то там 150 тысяч зрителей и было примерно так же там 120 130 тысяч просмотров сейчас просмотры резко упали именно по этой причине друзья мои уралка и сарафан хайпуют делают не только громкие названия но и вот эти вот знаете моменты пытаются выводить зрителей на эмоции там жрать хочу дай пожрать уралка начинает орать и выяснять отношения с хейтерами и так далее вот эти все моменты вот этими моментами они пытаются удержать удержать своих зрителей свою целевую аудиторию но вы знаете как я всегда говорила что блогера которые претендуют на хайп и на трошаки они не понимают что они рано или поздно скорее всего да какое-то время сами заводят заходят в свою же ловушку сами себя закидывают в ловушку то есть они начинают удивлять зрителя начинают показывать то что не показывают обычно обычные блогеры но страсти накаляются людям требуется все больше хлеба и зрелище они уже привыкают к тому что начинают показывать эти фрики ютуба и зрителю хочется еще еще давайте еще и действительно градус вот этот вот друзья мои накаляется и фриком остается уже показывать буквально выскакивать из своих последних трусов собственно что они делают я всегда ребят задавалась вопросом говорила и спрашиваю а дальше что а дальше что вы будете показывать но выпрыгнули вы уже из всех трусов из всего нижнего белья уралка а дальше что будешь делать будешь что снимать себя голой лежащий на кровати но я очень сильно сомневаюсь что какой-то такой контент кому-то очень сильно понравится и зайдет но согласитесь это уже знаете я бы сказала из ряда вон причем я об этом говорю достаточно часто может быть раз в месяц раз в два месяца на протяжении уже нескольких лет ну что поздравим муралку с сарафаном которые друзья мои медленно но верно скатываются вниз в общем как то так ну что есть на их канале конечно же и дураки хомяки которые каждый раз пытаются им написать о следующий комментарии оля я очень вас люблю вималь отец таких еще поискать а здесь вы знаете я согласна с последней друзья мои фразой таких еще поискать это действительно захочешь таких фриков ютубовских найти таких и правда еще поискать косноязычных глупых безграмотных абсолютно не интересных не чесанных гибритых немытых никаких в общем друзья мои да еще и тех которые живут в россии зигуют в россии и оскорбляют в россии славянских девчонок славянских девушек это действительно таких придурков еще поискать да далее кто-то написал уралки оля черное платье тебя тебе очень идет и стройнит тебя знаете а я вот все время смотрю на уралку в наряд думаю боже мой ребят ну сколько должна уралка весить сколько она должна сбросить чтобы ее какой-то наряд действительно стройнил не я могу поверить в то что там 120 килограмм да женщина что-то там на себя да оденет опять же оденет какое-то платье и будет ее этот а наряд стройнить да ну или весом 100 килограмм но когда ты весишь 200 я очень сильно сомневаюсь что какой-то наряд может действительно скрасить и убрать лишние 20 30 40 50 кг да это что-то кто-то ей написал платье просто ужас все такое старческая да вы что да как вы посмели такое говорить самой красопите ляльки мали ляли нашей нашей муму азизовой наши друзья мои муму кардашьян да да она же сказала глядя на красное платье что-то такое для более старшего что ли поколения да друзья мои да 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 для более старшего поколения ну видимо да уралочки где-то это привиделось и так далее ну а ей видите написали все уже такое старческое да даже не старческая да опять же можно выглядеть как угодно хорошо и прекрасно и в 70 и 80 и в 90 но урал очка выглядит и так старше намного старше своего возраста и все это все прекрасно понимает да друзья мои вот как то как то так далее еще одна написала на канале значит урал очки написала сама была 100 кг надо изменять мышь изменять мышление я читаю как написано ребят вы знаете вот мне всякий раз хочется спросить у этих товарищей вы к чему вообще вот это пишется я вот иногда не понимаю да когда вот я говорю про уралку и у меня черным по белому написано обзоры на уралочку да то есть я обозреваю хихи комментирую хихи и обсуждаю и и говорю о ней мне пишет вы знаете а вот я тоже люблю там громкую музыку в машине чё к чему если честно мне совсем непонятно я привела это просто в пример потому что я высказываю опять же своем обзоре исключительно свое мнение я не собираюсь устраивать соцопрос да представляете галинка малинка прежде чем снять свой очередной обзор выставляет соцопрос как вы думаете товарищи пишите пожалуйста как вы считаете вот если у вас врублены все колонки в машине понравится ли вам такая езда с вашим мужем с вашими детьми пишите в комментариях а то я не могу выйти и выложить свой обзор вы же понимаете что это полнейшее обрядятие я даже не собираюсь ни у кого ничего спрашивать это поистине смешно да это все равно что кто-то будет сидеть где-то на какой-то работе а youtube это моя работа да и будет там да вот я прихожу в магазин там да ну вот грубо говоря я вот просто пришла в магазин вот я вот да я буду там раздавать советы как и что надо делать и так далее совсем не понимая ничего да но я образно привожу в пример да специфику всей вот этой вот деятельности и так далее хотя я в этом очень много понимаю но дело даже не в этом точно так же и здесь я блогер я действительно блогер обзорщик на протяжении уже трех с половиной лет которые прекрасно все понимают я говорю когда ко мне заходит кто-то из провокаторов я я вот там где они учились там я преподавала я уже знаю что они будут писать далее далее по списку я уже все прекрасно понимаю все соображаю мне иногда пишут а вы знаете вы нас там где-то заблокировали ну да да дорогуша я очень рада что на моем канале есть будительные мои зрители на youtube канале огромное спасибо таким моим зрителям кстати ни разу об этом не говорила которые в личку мне скидывают комментарии там где меня эти же товарищи некоторые да сидят мне написывают комплименты на моем youtube канале а на других каких-то там говноканалах меня полощет по полной программе ребят просто на чем свет стоит да меня там всяко разное значит а и так далее у меня вы знаете вот такие крысы по жизни вызывают просто удивление потом они еще им хватает наглости приходить ко мне да и спрашивать где-то там то ли забегать в телегу если их заблокировала да на ютубе то ли сбежать на youtube когда их заблокировала в телеге писать а что то вы там нас галинка заблокировали а вот разблокируйте пожалуйста да я не спорю бывает такой маленький такой знаете 0 0 0 0 0 0 1 процент когда действительно может случайно как-то так получится что можно заблокировать своего хорошего зрителя это такой кратко это такой редкий случай это просто что-то с чем-то поэтому я что хочу сказать если кто-то да вот так вот позволяет себе высказывать какое-то неуважение бегая по другим каналам и обзывая оскорбляя меня мои зрители я им очень благодарна который кидают мне эти комментарии скрины в личку что дает мне возможность тут же зайти и просто молниеносно отправить этого товарища который мне вовсе и никому из нас не товарищ в банк потому что я считаю что таких крыс лицемеров ну действительно их надо учить жизнь это ненормальная ситуация ты тогда уже высказывай свою позицию да можно еще как-то уважать более менее человека с позиции да с какой-то не с двойными стандартами а вот если ты придерживаешься чего-то но когда ты бегаешь и меня в десна там нацеловываешь да и бегаешь там против меня высказываешь какие-то гадости но это выглядит как-то очень глупо так вот я что хочу сказать ребят вот пишет женщина сама была 100 кг надо изменять мышление мне хочется спросить у этой женщины что написали вообще соображаете что вы написали вот просто вот некоторых людей хочется просто взять знаете вот так потрясти хорошенько и спросить ты в себе товарищ ты нормально это написала какие нахер сток и г вот тут я уже хочу говорить по-русски да имею полное право она так может говорить да да я могу говорить с людьми на их языке я еще раз хочу сказать что у меня канал не не детский контент не для детей поэтому я могу себе позволить вставить и крепкое словцо если я посчитаю нужным это сделать это мое личное дело так вот друзья мои какие 100 кг 100 кг это нормальная абсолютно женщина да не худышка но вы меня извините не все обязаны быть худыхами стройняхами и так далее кто-то как знаете такая такие полненькие кто-то такие упитанные да есть такие женщины всякие разные как говорится 100 кг это абсолютно нормальный вес для женщины да это не маленький вес то вы меня извините сравнить жопу с пальцем 100 кг и 200 кг я говорит когда-то сама была 100 кг надо изменять мышление ничего что уралка 200 кг господи хочется спросить вы чё там пишете вы чё там товарищи курите прежде чем вот это вот написать да может как-то не надо вот это вот а то получается знаете вроде пытаются ее как-то вот да приструнить мол ты следи за собой но тут же пишут такое лицемерие то есть выдают ее вес за 100 кг а мы тогда сколько по 5 килограмм что ли все остальные я не понимаю ну что за лицемерие ребят вот честно я вот этого не понимаю как можно настолько лицемерить стоит вот эта колода вот этот бегемот в 200 кг не меньше а если уже и не больше а пишут сама когда-то была 100 кг да если б уралка была 100 кг про ее вес никто бы даже близко никогда вообще не говорил ну а так на минуточку начали мы говорить о ней не за вес я уже об этом миллион раз говорю далее кто-то пишет какой манжет а похудеть не вариант да вы знаете мне очень понравилось как уралка вчера друзья мои примеряя на себя все двести двадцать пять тысяч нарядов а все удивлялось глядя на себя в зеркало наша малоешка наша лялька полкило наша маля ляля да уралочка не благодари за все вот эти вот твои как говорится да вот эти вот имена да все вот эти твои клички которые я тебе придумал как некрасиво вы еще да да но почему бы собственно и нет они же обзывают людей обзывают они желают людям сдохнуть желаем поэтому это знаете так как говорится невинные детские шалости ну если тетки 54 года если она себя чувствует на пять лет и может себе позволить дурковать то я в свои 36 могу себе позволить дурковать по полной программе вообще друзья мои так вот мне действительно вчера было удивительно когда уралочка очухалась ребята отошла ото сна да 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 друзья мои прозрела посмотрела на себя а по утру они проснулись да посмотрела на себя трезвым взглядом видимо ее знаете алкогольные вот эти пары ее покинули на свайчик жевать закончила да вот этот вот эффект от на свая тоже улетучился в далекие края и уралка посмотрела на себя достаточно трезвым взглядом и увидела тот самый момент что она выглядит ну не камельфо это мягко сказано она говорит а что это за вещи которые все меня делают больше все вещи все абсолютно вещи я в них большая ребят я так ржала я сидела и ржала вы знаете это был действительно прикол я когда разговаривала со своей приятельнице я бы прикинь говорю вот тетка одевает говорю вещи на себя да надевает какое-то платье надевает какую-то блузку надевает на себя какой-то костюм и так далее весит при этом 200 кг и говорит ну я какая-то большая вот мы с приятельницей просто смеялись мы с ней ухахатывались потому что это действительно но ненормальная ситуация ты правда думал что ты маленькая ты правда считала что ты можешь быть маленькой в общем да далее друзья мои уралки написали оля молодец не одевайся в эти широкие балахоны правильно пусть она обтянет себя друзья мои как сосиску как сардельку да как вареную колбасу как синюгу со всех сторон вот так вот знаете да обтянет она и так себя обтягивает со всех сторон вот это ужасное черное платье траурное в пол вот это вообще просто вообще ужасное как его можно было на себя напялить я не представляю где требуха висит все это в обтяжку обтянута эти сиськи висят до письки вот эти какие-то там цветочки траурные траурный черный цвет который вот ну некрасиво смотрится да черное платье может быть красиво эффектное интересное стильное спортивное да и так далее какое угодно но то что она напялила на себя это просто какой-то зашквар полнейший зашквар особенно ребят когда она эти рукава да выставила рук руки свои вот эти крылья трясет своей требухой уралка как минимум как я себе всегда говорила с первого дня когда делала на тебя обзоры рука в три четверти это минимум что ты можешь вообще показать да а вообще в идеале все руки просто закрыть потому что там помимо требухи там помимо крыльев там вот эти вот шишки которые повылезали у нее на руках без конца и все это дело надо скрывать и закрывать ну и конечно же друзья мои мне понравилось как уралочкиному обдушки стали писать комплименты какой красивый парень а вы знаете я что хочу сказать на что я хочу обратить ваше внимание что мне очень сильно понравилось это тот раз я моей какой обдушка все-таки прошаренный да да он вы знаете мало того что постоянно подкармливает своего бобика ну не путайте бобик это не живот обдушки да это не его так скажем желудок вот этот вот который как безразмерный мешок нет бобик это обдушкин как раз таки обдушкина вот это вот копилочка которую пытается все время пытается и и значит набрать так вот я что хочу сказать он знаете такой вот продуман да он да он готов он готов уралочка когда спрашивает там кто там пойдет в магазин обдушка бежит несется со всех ног в магазин в соседнем доме дабы подкормить прикормить да дабы накормить своего вот этого бобика да ни одной пустой ходки все делается с определенным так скажем умыслом шкурный интерес всегда как говорится да у обдугани присутствует ну и вот сегодняшний момент когда обдушки выдали вот эту тысячу рублей ребят это настолько было вы знаете настолько это выглядело со стороны смешно да то есть уралка орет нет 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 у него мол есть свои деньги мы же ему дали тысячу рублей да карманные обдушка не так то прост такой же я говорю хитрожопой как и папаня начал требовать чтобы ему вот эти вот всякие там масочки которые он там себе насматривал наручнички которые он прикупил да чтобы это все покупали уже за свои деньги уралка и сарафан мол типа вон 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 реквизиты куда можно номер карты до номер телефона куда можно все это перекинуть и так далее типа ничего не знаю свои денежки пусть лежат при мне я вот просто смотрю я вот еще раз хочу сказать что они там все просто подобрались уралка друзья мои считала всегда что она такая знаете крутая что она все знает что она такая прошаренная да но на нее нашелся не менее прошаренный сарафан который опять же старается добиваться своих поставленных целей да то есть ой у нуралки что-то типа там прикупит но при всем при этом тут же несется в магазин и сам себе что-то покупает и тут же я смотрю мелкий вот этот вот обдушка не лыком шит абсолютно да тут же все бегом-бегом прохаванный прошаренный и так далее а мне там не дайте денег а я еще подарка хочу а я еще там торт хочу а я тут вот подарочки хочу да 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 только ничего не хочет не благодарны ни спасибо ни пожалуйста ни здрасте ни до свидания на уралку не смотрит вообще даже близко нисколечко но свое дело тонко знает я бы сказала далеко пойдет ну возможно пойдет действительно дорожкой своего папани и найдут ему какую-то тетеньку которая точно так же как и уралка да уралка а сарафану ведь годится в мамы уралки 54 вот сейчас исполнится на сарафану 36 лет разница пожалуйста 18 лет да разница большая и так далее но я не удивлюсь что обдушки в свое время тоже подберут какую-нибудь такую тетеньку которая будет значительно его старше потому что молодые конечно же с ним сходиться не будут ну да зачем ему там молодая если своя какая-то из кишлака зачем она ему с ней придется там работать что-то где-то делать и так далее а тут вот такая как уралочка очень даже кстати себе вполне вариант друзья мои удачный да я бы сказала беспроигрышный в каком-то смысле ребят вот такой получился обзор пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всех целую обнимаю всем пока пока и конечно же до скорых встреч